Всем привет. Я сегодня на своей кухне. 23 февраля у нас. Хочу поздравить всех мужчин с их праздником. Пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия в вашей жизни. Ну и долгих-долгих каждому лет жизни. Я хочу сделать пирожки. Поставила пюре варить, картошку, потому что я обожаю с картошкой. И хочу сделать пирожки с курагой, девочки мои. Курагу покупала в светофоре. Помните, я показывала? Такая классная, чистая. Вот она у меня с полчаса где-то стояла в кипятке. Ну, пока мы чай попили. Пока я пошла лекарство дала Вере. Вот это вот все. Сейчас я ее пропущу через мясорубку и буду делать тесто для пирожков. Я вот думала, может быть, окорочка сделать. Но у нас рыба, девчата, пюре из картошка, рыба жареная. Я этим заниматься сегодня не буду. Ну, потому что наготавливать куда? Завтра будем готовить. Завтра будем готовить что-нибудь первое. Возможно, сварим, наверное, рассольник. Мы давно-давно его не варили. Вот завтра я его и сварю. А пока я перемалываю на мясорубочке мою курагу. Девочки, вот я курагу свою перетерла. Смотрите, какая она получилась. Можно прям пирог одним пирогом сделать и не заморачиваться. Очень вкусная. Вы знаете, вот абсолютно не надо добавлять ни сахара, ничего. Пусть будет одна курага. Она настолько сладкая, даже нету кислоты. На что я кислоту сразу чувствую, реагирую. Разбираю свою мясорубку. Ой, вкусно, девочки. Даже с моей повышенной кислотностью. Это чудо. Разбираю мясорубку, мою и будем готовить тесто. Ну вот, мои хорошие. Будем делать с вами тесто. Я налью теплой водички. Тепленькой прямо. Все буду делать на глаз. Воды. Сейчас дрожжи разведем. Дрожжи у меня быстрорастворимые. Пользуюсь только ими. Всегда. Но они хорошие, девчата. Вот у меня здесь как раз столовая ложечка дрожжей. Хватит нам ее. Сейчас размешаем. Добавим яичко, сахарку, сольки. И, конечно же, муки. Так, яйцо. Яйцо мыю. Я два яйца разобью, девчата. Два яичка. Что-то пирожков захотелось. Думаю, надо спечь. Потому что пирожки убегают в лед. Они уйдут разом. Ну, кто не любит пирожки, правда же? Все любят. Сейчас я сахарку положу. О, дрожжи прям пошли сразу же. Видите? Моменты. Недаром они момент называются. Так, сахар добавим. Сахарочек. Я на глаз все, девочки. Я уже, знаете, вот. Знаешь, примерно. Да любая хозяйка уже знает, как она делает. Сольки добавим. И добавим все же, наверное, разрыхлителя. Можно не добавлять. Можно добавлять. Кто как хочет. Вот. Не будем, наверное, его добавлять. Маслица, конечно, я сюда добавлю. И будем добавлять мучицы. Хватит масла. Тоже на... Не показала. Вот такое масло растительное. Немножечко. Это я показываю, потому что смотрят меня с других стран. И мне там написали уже сделайте субтитры. Ой, мои хорошие. Надо там разобраться с субтитрами. Я постараюсь. Я постараюсь это сделать. Теперь будем мучицу. Сейчас добавлять. Сразу ее просеивать будем. Картошка у меня варится. Мука от мельника у меня, девочки. Высший сорт. Я всегда беру ее. Довольно уже сколько лет. Это алтайская мука. Пекем с нее. Все время печем с нее. Сильно туго не буду делать тесто. Чтобы оно было такое прям вот. Хорошее-хорошее. Пышное, как сказать. К рукам, чтобы не прилипало. И все. Ну, нежное должно быть на пирожки. Это не на хлеб. Для пирожков оно должно быть такое, чтобы жарились пирожки и были прям воздушные. Ну, будем посыпать понемножку мучицу. Все же я, наверное, вот с курагой сделаю пирог, девчат. Что-то мне... Опа-опа-опа. Они-то они. Хочется так. Посмотрим сейчас. Тесто подойдет. И мы посмотрим все. Что у нас будет получаться. Желтенькое. Видите, двоя яйца бросили. Тесто желтое-желтое. Так, еще подсыпаю. Боюсь сразу сыпануть, чтобы, ну, не туго замесилось. Не хочу туго я. А сейчас будем уже... Сейчас еще немножко, и я выложу прям на стол и буду вымешивать уже на столе. Да, еще маленечко подложим мучицы. И будем... И будем... Так. Все, я сейчас буду выкладывать его на стол, девочки. И буду вымешивать уже на столе. На столе у меня вот такая клеетка светлая. Она толстая. И я всегда тесто вымешиваю прямо на столике. Сейчас отчищу. Ну и вот всю чашку я сразу обчищаю, девчата. Вот сразу же. Чтобы здесь не было, мы сюда же положим наше тесто для поднятия. Оно у нас будет в блюде подниматься. Потом мы его просто укроем. И все. Все. Блюдо в сторону. А тесто вымешиваю. Где-то буду маслом смазывать руки. Вот так вот брать. И смазывать. Это все сейчас у меня войдет в мое тесто. Вот. И надо его хорошо-хорошо вымешать. Ну, не меньше пяти минут. Я буду вымешивать уже, чтобы оно такое было хорошее, к рукам не прилипало. И потом уже положим его и накроем тряпочкой чистой, чтобы оно поднималось. Вот так всегда. Сейчас будем вымешивать. Ну, девчата, я буду вымешивать, вымешаю. И тогда уже подключусь и вам покажу, какое же оно у меня получилось. Ну, вот, мои хорошие, я вымесила как следует тесточка. Нужно, ну, не меньше пяти минут, это точно его вымешивать, чтобы оно было такое прям пышное и хорошее. Вот наше тесточка. Сейчас я сюда вот присыплю на донышко мучицы. Да? И положу наш колобок для подъема. Все, мои девочки, мальчики. Сейчас я укрою и пускай оно подходит. Как подойдет, начнем делать. Я этим временем сейчас разомну картошечку в пюре, зажарю лучок, туда запущу прям в картошку, чтобы у меня начинка была готова. Далеко не убегаем, не уходим. Я потом подключусь, когда будет готово у меня тесто и начиночка. Это накроем. Можно полотенчиком, можно любой салфеточкой чистенькой, можно просто пленочкой. Ну вот, девочки, мальчики, мое тесто подошло. Смотрите, какое, видите. Сейчас я буду разделывать на такие кусочки и буду стряпать пирожки. И потом подключусь, вам покажу, что же у меня получается. Ну вот, я посыпала мучицы. Я всегда делаю так. Сейчас вам буду показывать, как делаю я. Каждая хозяйка, конечно, делает это по-своему. А я делаю так. Беру вот тесто, отрезаю. Вот сколько мне-то надо, да? Вот так поваляю. Делаю вот в такую колбаску. Тесточка наша. Я всегда так делаю. Кто-то может быть по-другому. Сильно маленькие делать не будем пирожки. Правда, девчата? Надо пирожок, чтобы на них не смотреть, я так всегда скажу, а кушать. Чтобы съел три хороших пирожка. А потом делаю вот так. Вот таким вот образом. Немножечко их подрастяну. Видите? Начиночка моя. Уложим начинку нашу. Закрываем пирожок. Вот и все. Вот, пирожок готов. Пускай стоит. Вот в мучице. Кто-то скалочкой раскатывает. Кто-то как... Кто как хочет. Я руками и не приминаю сильно. Просто вот растянула. Вот, лепешечкой. И ложу начинку. Это у нас курага, девчата. Вкусно. Будет очень, очень даже вкусно. Вера у меня спрашивает, а с чем будут пирожки? Я говорю, сладкие. Она не очень-то любит. Я говорю, ну ты же не пробовала. Вот сейчас попробуешь, и потом скажешь. И с картошкой. С картошкой обожаю. С капустой. Решила все же не пирог, девочки, а пирожки. Хочу жареные пирожки. Мы еще с вами спечем и пирог с рыбой. Вот рыбу куплю. И тогда настряпаем именно рыбный пирог. Вот. Это что-то я сегодня вот загорелась мне. Пирожков. Торт еле-еле, очень долго его ели. И пирожное. Больше не буду брать такой большой торт. Нам для двоих это... Нереально его съесть быстро. Вера, тем более, она такая, что, знаете, торт... Ну, съест сегодня кусок, завтра она уже его не съест. Послезавтра, может быть, попросит, скажет, что-то хочется. Я тоже уже каждый день есть. Ела и ела его. Говорю, ну что ж, купили, надо его есть. Лучше брать, знаете, там у нас продают. Ну, такие же, как торты, только рулетики. Тоже разные, с разными начинками. Влад хлеб самый вкусный выпускает. И я беру всегда в одном и том же киоске. Потому что знаю, что там привозят на один день. Свежайшие всегда. Вот. Все быстро, девочки. Ничего сложного-то в пирожках-то и нету. Было бы желание сделать быстренько можно. Правда? Зато какая вкуснота! С чайком, с молочком, с компотиком. Ой! Вот сейчас пирожки, да? Уже хлеб мне не надо. Я бы и первое, и второе могу есть с пирожками. Понимаете? Это всегда так. Если в доме пирожки, то уже хлебушек отходит на вторую. На второй план. И хлеб я давно не пекла. Надо будет. Ну, там еще батон есть. А завтра, наверное... Я думаю, что мы пирожки съедим за сегодня и за завтра. Их не останется. Вот. Завтра уже тогда будем печь хлеб. Вот. На улице тепло-тепло. Кот мой сидел за окошком. Пришел, покушал. Я говорю, Вер, забери его на веранду. А то он сейчас будет мякать. И лезть в камеру. Вы знаете, такой прям это... Франтик. Любит в камеру залезть. Фотогеничный мой мальчик. Котейка моя. Те сегодня не приходили. Ни Вася, ни Муся. Значит, хозяева пришли. Праздничные дни, выходные. Они, наверное, тут. Потому что ни Муськи не было сегодня. И ни Васьки. Но они вчера гостили здесь долго у меня. Наелись. И пошли домой. У меня пока тесто поднималось, я вязала кокетку. Девочки, четвертый раз. Четвертая кокетка. Но я вышла вроде бы на то, что мне нужно. Она сейчас прям вот круглая-круглая стала. И должна лечь. Уже довяжу ее до конца. Не буду показывать пока. Вот довяжу до конца ее, девчата. И ту третью кокетку я не распустила. Я вам покажу. И объясню. Какая все же там. Ну, ошибка, да. Ошибка есть. В самой схеме. Вот я ее чуть-чуть изменила. И все. И кокетка пошла. А то вообще что-то никакая была. Думаю, что-то не то. Вижу-вижу. А она... Ну, не ложится к телу так, как она должна. Лечь. А раз не ложится уже все. Надо ее перевязывать. Без всяких яких. Вот. Теперь делаем. Сейчас быстро настряпаем. Перепечем. Перепекем. И будут у нас вкусные пирожки, девочки. Да. Как быстро февраль прошел. Моментально, девчата. Уже 23 число. Ужас. Марта, там и апрель. Вообще. Только был вроде бы готовились к Новому году. Только-только ждали зиму. А уже весна на носу. Вообще. Марте моя внученька будет именинница. Пять лет будет ребенку. Звонила вчера. Вчера. Она там приболела. Мать ее водила в больницу. Ну, и трубку дала ей телефонную. Я говорю. Внученька, я тебя люблю. Ты бабу любишь? Она кричит. Да. Приезжай. Привози подарки. Мы так засмеялись. Самое главное, привози подарки, баба. Вот так вот. Заказы летят только с разных сторон. Любит. И подарки любит. Какие подарки? Папа там ей опять кошку купил. Девчата, она вот такая же, как мама кошатница, собачница, что дочь моя, что внучка. Да не все у меня такие кошатники и собачники. Та собирала, пока маленькая была, собак. Там столько у нее этих игрушек. От малюкусеньких до огромнейших собак. Это не передать. Потом перешла девочке на кошек. Собирает кошек. И статуэтки, и такие игрушки. А сколько мягких, боже, говорю. Хватит уже ей покупать. Ну, как? Ребенок хочет. Они ее балуют, покупают. Ой, я вспоминаю тоже, меня папа уже ругать начинал. Говорит, сколько ты покупаешь им игрушек? Потом куда будете девать? А я все равно покупала. Я в ясли носила, в садик отдавали. Наиграются они. Потом новые покупаем. А те в сад. Вот. Вот такие будут у меня пирожки. Так. Что-то я и начинки-то много, а теста мало. Теста надо было, наверное, прямо больше-больше. Да нет, нормально будет. Если начинка останется, ну, беру в холодильник и завтра еще сделаю. Потому что, потому, это ж курага. Я ее все перекрутила. Надо будет ее, конечно, испекать. А я же хочу еще и с картошкой. Я-то хочу и с картошечкой, чтобы были пирожки. Сейчас отрежем еще. Тесточка. Тесто прям желтенькое. Прямо желтенькое, желтенькое. Мы сегодня допили последнее лекарство Вере. Ну, так еще буду горло только забрызгивать и в нос. Вроде, знаете, девчата, и кашель так резко у нас прошел. Ну, эту недельку еще посидит дома, чтобы уже, знаете, немножко подержать ее. Достого понедельника, наверное, в школу. Получается, что весь февраль мы проболели. Весь февраль, девчата. Вот так вот. Болеть плохо, но ничего не сделаешь. Что-то в этом году вообще много людей болело. Грибовало. Но прививки, девочки, мы не делаем. Я пишу в школе отказ. Вот каждый год новая прививка, новая вакцина. И я не знаю, как она... Нам же не делают пробу на нее, а сразу вкалывают. Я против этого, и я не даю согласия. Вот. Не даю. Опасно. Почему тут опасно делать эти прививки? Дети потом заторможенные какие-то носятся. Не знаю. Да, там будет картошечка. Вот. Все быстро. Все быстренько, оперативненько. Сейчас настряпаем. Я помню уже, я уже рассказывала, у нас сватья были. У них была русская печка, на которой мы спали. И вот сваха пекла пироги в русской печи. Девчата огромные были, противени огромные. Вот знаете, ну, наверное, сантиметров по 70 длиной и вот сантиметров по 40 шириной. Вот представляете, такие противени у них были штук 10. Я не знаю, когда Шура успевала спать, ложилась поздно, 8 детей у ней было. И трое нас приходили часто мы в гости, любили к ним ходить в детстве. Ай, сватья наши роднились всю жизнь, всю жизнь роднились. И утром просыпались на этой печке, спали тулупы вот там настеленные были, овчинные, девчат. И мы на них спали, девчата, как ляжем, сколько нас вместится на эту печку, столько и спим. И утром просыпаешься, а такой запах. Тетя Шура пироги печет в русской печи, девочки. Это вот, знаете, вот уже я, мне 60 лет, а у меня запах этот по сей день до носу. И с тыквой, и с вареньем, и с картошкой. Ой, и с капустой, с чем только на пироги не делала. Я поражалась, насколько сильные были женщины. Вот насколько они были выносливые. 8 детей. Там бараны были. Там были гуси. Там были хрюшки. Свиноматки были, которые всегда были с маленькими поросятками. Сарай назывался амбар. Бревенчатые. Вот, понимаете, сейчас там их сын живет в этом доме. Это на моей родине. Дом большой. Две коровы всегда было. Два телка. Бычка для мяса. И вот эта вот хрупенькая женщина, она все успевала. Все. Дети выросли все порядочными людьми. Один дядь Паша работал на фабрике. Один. А тетя Шура, она никогда не работала. Она была верующий человек. Вот сколько Бог дал детей, и столько и родила. Все нормальные выросли люди. Все как один. Понимаете, как? Я думаю, как же она бедненькая. Все успевала. И наварить, и напечь, и настирать, и все, все, все. Ну, а потом же дети подрастали. Многодетная семья. Уже взрослые дети помогали там. Это вот я помню. Сажали картошку. Девчата давали раньше за городом где-то участки. У них машина была. Мы с ними ездили. Вот сколько раз нас спасает. Их отец отвезет. Там уже перекопано трактором. Только мы сажали. Пройди, покидай в ломке вот эту картошку. Вот это все в памяти осталось. И так это, девчата, дорого. Так это приятно вспоминать. Потом нас дядь Паша возил. Там у нас было село. Садовая называлась. Там деревья, сады росли. Вот тоже туда приезжали. Это еще когда мы были детьми. Советский Союз. Приезжаешь, да? Нас сажали на трактор такой. Трактор. Запрыгивали туда. И едем далеко в эти сады. Собирали целый день в этих садах яблоки. Собирали яблоки. Ну и себе. Вот сколько увезешь домой, столько можешь взять. Ну мы детьми были. Ну сколько мы могли увезти. Ведро я, ведро Люба. Вот. Ведро там Нина с нами ездила. Мы втроем. Или там Тамарка с их еще с нами ездила. Вот так вот. Дядь Паша вечером приедет. Все уже кто как добирался в город. Но у них машина была. Он за нами приезжал. Загружал нас с этими яблоками. И вот тетя Шура. Она и мочила их в бочках. На зиму заготавливали. И девочки переворачивали в такую стружку. И в ящики деревянные из рейк. Вот такие были сбитые ящички. И хранили вот в таких ящиках свежие яблоки. Я помню придем зимой. Один Новый год даже помню. Справляли у них. Мама наша говорила. Там своих восемь человек. И вы все туда ломитесь. Сидели бы дома. А нам охота было. Мы с Ниной крепко дружили. Вот. Она, считай, ровесница моей Любы. Ну и часто ночевали. Тетя Шура никогда не была против. Никогда с дядь Пашей. Как-то вот дружно все жили. Как родные. Соседи были как родные. И мы придем даже переночевать. Вот сбилась с пути. Про что я говорила сначала. Про то время. Как было это хорошо. Ой, девчонки. Одну начинку всю истратили. Сейчас будем мы с вами картошечку. С картошечкой делать. Я сейчас посчитаю, сколько же у меня девочки вышло пирожков. Видите, сколько пирогов у меня. Так. Три, шесть, девять, десять, четырнадцать, семнадцать, двадцать, двадцать четыре, двадцать шесть пирожков. Ну, это ж классно. Кто-то бы сказал, ого, сколько много. А я не скажу. Нормально. Еще вот тесто у меня. Это будет с картошечкой. Пирожков много не бывает. Девчата, так как и пряжи, я скажу. Вот так вот. Пряжи у нас много не бывает. И пирожков много тоже не бывает. Пирожки любим. А, ну вот про тетю Шуру я же рассказывала, что... Я помню, даже один Новый год мы у них гуляли, но мы уже были побольше. А там же еще дети были и маленькие. И тетя Шура делала сама подарки каждому. Помните, девчата-то, кто мои ровесники те знают и помнят, были раньше такие бумажные, бумажные пакеты. Кульки были в магазинах и бумажные пакетики. Вот в эти бумажные... Не было целлофановых пакетов-то их вообще не было. В помине, как говорится. А были именно бумажные. И вот я помню, она туда ложила конфетки, свежие яблочки, мандаринки. Каждый ребенок получал подарок обязательно. Молодцы. И жили так весело, дружно. Вообще. Вот я тоскую потом у времени. Ностальгия такая бывает иной раз. О, что... Ну, не вернуться в то время, не вернуться нам уже. А хотелось бы, девчата, очень бы хотелось, чтобы опять было все так по-прежнему, так сказать. Чтобы люди были такие же, как они были раньше. Чтобы были отношения вот такие между людьми, между соседями. Я своих соседей всех помню до единого. И не могу сказать ни об одном плохого слова. Ни об одном. Потому что не было ни склуг, ни ругания, ни зависти. Ничего этого не было. Жили очень дружно. Наоборот, помогали. Помогали там соседи друг другу. Это в обязательном порядке. И никогда за это не требовали никакой благодарности, никаких денег. Этого не было. Были добрые отношения. Дети бегали. Вот мы бегали. У меня друзья были. Через дом жили. Боже мой. Это как брат с сестрой нам были. И по сейчас. И по сейчас самые дорогие для меня это люди. Многие уже ушли в мир иной. Но мы бегали. Вот бегаем, бегаем, гуляем, гуляем. Зашли к ним. Они жили с бабуськой, с мамкой. Папка. Папка уже умер у них. Бабуська всегда нас всех посадит. И всех, всех. Без дележа. Всем нальет кушать. Всех накормит. Мы поедим. И айда дальше бегать на улицу. Бегаем, бегаем. Забежали к нам. Так же мама поступала. Все садитесь за стол. Наелись. Помчались снова гулять. Сейчас такого нет, девчата. Дети наши этого уже не знают. Мои-то еще застали это время. У меня 78-й, 80-й год рождения, дети. А вот кто родился уже довольно-таки позже. Они, конечно, они даже представление не имеют, что так люди жили. Что такие отношения были между людьми. Так, девчата. Я теперь картошечку поставила вот поближе. Вот. Свет думаю включить. Сейчас, наверное, свет включим. Ну, смотрите, сколько мне еще осталось. Еще как бы немножечко, да? И будем печь с вами картошечки сейчас. Все же я с картошкой больше всего люблю. Больше всего. Мои любимые пирожки. И Вера еще знаете, какие любит? Рис с луком. Или рис с яйцом. Или яйцо с зеленым луком. Она как-то вот мне говорит. Мам, давай пирожки сделаем с луком, с яйцом. Я говорю, а у нас нету лука зеленого надо. Ну, выздоровеем. Пойдем купим. И можно с яйцом и с зеленым луком сделать пирожки. Это вот тоже вкуснятина. И тоже любимая начинка для пирожков. Вот, девочки, все быстро спорится. И с вами поговорила, и детство вспомнила. И пообщалась с вами. Девчонки, я вчера не вышла в прямой эфир, но вы понимаете мое состояние. Столько пришло мне комментариев. Я сначала отвечала, потом просто стала уже ставить сердечки, что я прочитала. Спасибо всем огромнейшее, огромнейшее. Но вы меня уже простите, что я каждому буквально не стала отвечать, потому что, ну, физически уже это стало. Ну, я не могла успевать за комментариями. Я сидела, немножечко вязала и периодически открывала комментарии. Их было очень много. Их было очень-очень много. Я хочу сказать всем огромное. Огромнейшее просто спасибо человеческое за то, что вы меня поняли. Я просто не могу не отвечать на такие комментарии, девчата. Это не... Конечно, не хочется, чтобы этого было вот на канале, но... Вы меня, слава богу, все поняли, почему я ответила на этот комментарий. Потому что это невозможно не ответить и попускать такое. Я забанила этого человека. Я забанила ее, девочки. Вот. Потому что это люди действительно непрошибаемые. Непрошибаемые. Я знаю, что есть на ответе гнилые людишки. Это гнилые люди. Гнилые. Но все равно добрых, нормальных, хороших, адекватных, я скажу, адекватных людей. Их большинство. А это, наверное, действительно весна грядет, весеннее обострение, что ли. Много девочек мне написало. Ватсап, в одноклассники много позвонили. Всем-всем, девчата, огромное, огромное спасибо за вашу поддержку. Это бесценно. Я знаю, что у меня на канале очень хорошие люди. Они плохие все. Все давно-давно отсеялись. Кого я раздражала? Ну, кому я не нравилась? Да я не могу всем нравиться. Я же не конфетка, правда же. Вот. Они давно уже ушли. Да, видать, человек вот залетный был, который вообще не знает, наверное, понятия, что такое материнство, что такое ребенок. И как это, как это можно действительно полюбить нерожденного тобой ребенка? Можно, можно. Еще как можно. Еще как можно. Это все. Не я одна такая. Таких миллионы людей. Миллионы. Которые любят. И сильно любят. И живут ради таких деток. Вот. Поэтому всем-всем-всем, мои хорошие, большущие спасибо. Вы меня всегда поддерживаете в трудную минуту. Всегда. А это, девчат, придает силы. И мы будем жить дальше, развиваться дальше. Развиваться нужно в любом возрасте. Чему-то учиться. Вот доброте и хорошим, хорошим, как сказать-то, у людей хорошему учиться можно в любом возрасте. Хоть в 60, хоть в 80. Это точно. Я вот все время разговариваю с Верой. Мне там написали, а вы читаете комментарии с Верой? Да, девчат, я ей прочитываю комментарии. Я объясняю всегда. Я объясняю, чем дышит, чем дышит этот человек. Что у него внутри. Вот объясняю просто по-человечески, говорю ей, что вот этот человек вот так вот высказался. Что у него может быть в душе? Что он носит в сердце? Что? Ничего хорошего там нету. Ни в сердце, ни в душе. И хороший человек не напишет такие комментарии, допустим. Не только на моем канале. Не обязательно на моем канале. На любом. А ведь негатив присутствует буквально на всех каналах, девчата. На всех. Есть девочки, отключают просто комментарии. Я не хочу этого делать. Зачем? Я хочу иметь обратную связь с моими друзьями. Понимаете? Потому что идет диалог, допустим. Идет общение. А как это? Если отключены комментарии, я считаю, то это происходит общение с одной стороны. А вторую сторону я просто ее не слышу. Я ее просто не слышу. Поэтому я отключать комментарии не буду. Ну, такие вот уже будут плохие, если комментарии... Ну, девчат, тогда будем их просто банить. Отправлять в баню, действительно. Пусть парятся там. Ну что, мои хорошие. Длинное будет видео, я чувствую. Надо мне ставить на стоп. Доделывать и начинать жарить. Я сегодня хочу выйти все же в прямой эфир. Вчера не стала выходить, девчата. Вот не стала. Думаю, с таким настроением не хочется быть расстроенным перед вами. Не буду, как говорится, доставлять кому-то удовольствие. Правда, девочки? А сегодня я думаю, что я выйду в эфир в обязательном порядке. Что-то я издох, слепила один катыш. Теперь надо же его разделать, раздербанить. Правда? Всем спасибо, кто подписался. Девочки, вот за эти буквально дни столько пришло, много-много новых людей. Я очень рада. Всех благодарю за подписку. Это радует, девчата, что канал растет потихоньку. Несмотря ни на что. Ни на какие перепития, ни на какие эксцессы мой канал растет. За это всем огромное-огромное спасибо. Благодарю, девочки, вас всегда. И буду благодарить. Потому что, если бы не было вас, не было бы и меня. Не было бы моего канала. Ну что, мои хорошие, у меня остается пять штук долепить. Я отключаю пока камеру, девочки. Сейчас принесу мою сковородочку. Буду ставить ее нагревать. Ну, чуть-чуть, пока я чай попью, да? Я же чаевщик. Сейчас к вам повернусь. Я же чаевщик, девочки. Я вот вязала, сидела. А сейчас пока чай попью, посмакую. И как раз у меня пирожки, вот первые уже, уже такие пых-пых-пых-пых, пыхтят на столике. Чай попью, и эти нарослойки будут хорошо себя чувствовать с картошечкой. И будем с вами жарить. А потом будем чай пить с пирожками. Приглашаю всех на пирожки. Олечка мне, Ильясова, сегодня говорит, ой, я бы сейчас к тебе прибежала на пирожки. Я говорю, сейчас вертолет вышлю. Чтобы ты ко мне прилетела. Поэтому, девчонки, ну, я люблю пироги. Я люблю. Поэтому, говорю, будем сейчас угощаться пирогами. Наедимся, душу отведем. Ой. Хорошо, Вера моя, она говорит, мне можно есть, я не поправляюсь. Я говорю, да, у нее мама была стройненькая. И Вера моя стройненькая. Она миниатюрная. Ей можно есть и пиццы, и все на свете. И ей ничего это не грозит. Вот. Ну, а я худеть, я никогда, девчата, не сидела на диетах. Никогда. Вот уже после операции набрала, вот, 8. Ну, то, что я же курить бросила, я 8 килограмм набрала. Я была в весе всегда 75 килограмм. Ну, сейчас 83. Да? 8 килограмм, вот, я их набрала. И я, вот, знаете, не худею, но и не поправляюсь. Я как ела, так и ем. Ну, под старость мы все, уже у нас пайка наша уменьшается. Не так мы едим, как мы ели в молодости, согласитесь. Но худеть, говорю, никогда ни на одной диете не сидела. Ем. Просто ем тогда, когда у меня желудок просит. Вот тогда я пойду и поем. А так, чтобы в рот забрасывать все время, без нужды не хочу, а буду сидеть и объедаться, нет. И ложу порцию уже поменьше. Конечно, я себе. Это дочь моя, когда приезжает, она наливает, нальет такую кастрюляку. Ну, миски у меня глубокие, пиалы полные. Я говорю, ты куда, дочь, куда ты накладываешь? Она говорит, мама, ты что, ты всегда так ела? Я говорю, я уже давно так не ем. Поэтому уже поменьше ложу. Вот, я говорю, молодые, кушайте. А я уже, если чуть лишнее съем, потом тяжесть в желудке и тяжело. Ну, вот, мои хорошие, все мои пирожочки постряпались. Я вам сейчас покажу. Смотрите, сколько пирожков. А картошка у меня еще и осталась. Но у нас, девчат, еще рыба жарена. Картошку я сейчас переложу в мисочку. Вот. И мы с рыбкой потом ее поедим. Вот такие вот чеплашки. Какие они удобные, девочки? Это я покупала в фикс-прайсе. Я в них перекладываю все остатки пищи и в холодильник. Очень удобно, девчонки. Очень удобно. Во-первых, места мало занимают, да? Вот эти кастрюляки сразу помыла и убрала. Мои кастрюли все живут в коридоре. У меня там полки. Вот. Все. Это мы съедим. Вот так вот походу и ем. Вкусная картошка. Вот мы брали осенью. Сейчас продают нехорошую картошку. А я брала осенью. Но она растет. Единственное, эта зима-то теплая. В подвале растет. Но мы ее съедим. Она очень вкусная. Рассыпчатая. Прямо разваристая. И по вкусу очень вкусная. Ну что, девочки. Пойду чай пить. Пойду чай попью и начнем с вами жарить. Девочки мои, мальчики. Как вам мои пирожочки? Посмотрите, мне переживала, что мало теста. Уже почти тазик верхом готов. Вот это допеку. И еще у меня шесть штук на очереди. Ой, девчата. Ну, самое странное то, что завтра их уже не будет. Вот что. Когда есть, говорю, пирожки, все. Вся еда приостанавливается. Начинается есть. Только пирожки едим. На масле жарю на новой сковородочке. Вот такие мои пухляшки. Но это все равно маленькие. Я раньше могла и больше настряпать. С ладонь прям пирожки такие, знаете. Что действительно двумя наешься. Вот. Ну, сейчас уже пережарю. И потом посмотрим, раскроем ее. Какие там пирожочки будут на срезе, девочки. Все посмотрим. Девчата, я дожариваю последнюю сковородочку. Эти горяченькие. Ну, вот я положила на тарелочку, чтобы они остыли. Сейчас немножко, пока я дожарю, эти простынут. И мы с вами будем смотреть, что же там внутри. Что у нас вышло. Ну, вот, мои хорошие. Я перепекла. Пережарила. Все свои. Вот такой таз. Представляете? Огромадный таз пирожков. Сейчас мы вот эти разломим и посмотрим, что же там на срезе. Вера, ты идешь? А, кота запустила. Вот это с курагой, девчата. Смотрите. Такой красоты пирожочек. Тоненькая, тоненький сам пирожок. Девочки. Ну, это... Это обалденно вкусно. Ммм. И обалденно полезно. Это же курага. Ой, не съесть бы с пальцами. И мой пирожок, любимый, с картошечкой. Видите, какое тесто тоненькое. Пропеченное. Очень, очень вкусное. Сейчас, минуточку. Ну, что, мои хорошие. Очень вкусное. Пирожок уже один пролетел. Ого. Без задержек. Очень вкусно с курагой. Отныне будем делать. Во-первых, полезно, девочки. Так просто ребенка не заставить курагу съесть. А в пирожке вот такая вещь. Девчата, готовьте. Всем приятного-приятного аппетита, мои хорошие. Прибегайте к нам на пирожки. Я наготовила. Я наготовила. Вы представляете, какой тазик. Ну, я не расстраиваюсь. Его все-все съедим. Ничего не пропадет. Это я оставлю сейчас на стол. И наливаю чаю нам. Зову Веру. И мы будем чаевничать. На этом всем пожелаю самого лучшего здоровья, позитива, улыбок. Сегодня, девчата, я выйду в прямой эфир. Я выйду, наверное, в 9 часов. Это получается так. Если у меня 9, в 13.00 по Москве. Всех вас жду. Кто что хочет спросить, спрашивайте. Не стесняйтесь. Придумывайте темы разговора. Поговорим. Пообщаемся. Ну, а на этом, мои дорогие, всем пока-пока. Всем спасибо, кто досмотрел до конца ролик. Кто еще не подписался, подписывайтесь на канал. Еще будет много-много что интересного. А с вами была ваша Татьяна. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok